Леденящую кровь история про то, как двух российских дроноводов отправили в пехотный штурм, где они и погибли, обрастают все более интересными подробностями. Напомню, они записали предсмертное видео, мы с вами, конечно, их посмотрим, где обвинили, во-первых, руководство армии во лжи, а своего непосредственного командира в торговле наркотиками, отъему имущества у военных, которые они собирали с помощью волонтеров и так далее. В общем, настоящий разрез российской армии, но что происходило дальше еще интереснее, потому что Z-каналы начали массово писать, что тенденция такая по всей линии фронта, во многих подразделениях, когда командиры неугодных просто отправляют штурмовые атаки, а штурмовые атаки это билет в один конец. То есть тут подтверждается сразу все, и беспредел, и то, что Россия воюет штурмами, из которых живыми не возвращаются и так далее. И сегодня мы с вами, конечно, окунемся в пучину этого тотального Z-нытья, где каждый второй говорит о предательстве, где разоблачают схемы, которые действуют в российской армии, из которого наглядно будет видно, почему в российской армии никому не место, почему туда нельзя идти, независимо от ваших взглядов, представлений о жизни и так далее. Потому что ваши шансы умереть там велики, а шансы стать терпилой являются практически стопроцентными. Итак, для начала что же произошло? Военные каналы очень часто пишут о командирах, которые отправляют недовольных на верную смерть штурмовые отряды. Но обычно это рассказы без деталей, без имен и фамилий, просто кто-то провинился, кого-то отправили и он умер. В этот раз все несколько иначе. Зет каналы рассказывают о гибели двух заметных добровольцев, подполковника Сергея Грицаи, позывной Эрнест, и Дмитрия Высаковского, позывной Гудвин. Оба они были отправлены вместе с другими военными из расчета дальней разведки БПЛА в штурм. Оба погибли, оба знали, что отправляют их именно на верную смерть, и оба перед смертью записали видеообращение, в которых рассказывают о том, что командир полка крышует наркоторговлю, отжимает у военных ценные оборудования. Собственно, это и всколыхнуло Z-канал, и всколыхнуло Z-телеграм, потому что, как и в случае с Мурзом, который оставил предсмертную записку, в предсмертной записке ты особо себя не сдерживаешь. Не сдерживали и эти вояки. Вот одна из этих предсмертных видеозаписок. Меня зовут Дмитрий Иванович Лосоковский. Я записываю это сообщение, находясь где-то на позиции 36. В районе населенного пункта Мемрик. Весь отряд попала дальней разведки, был ликвидирован для того, чтобы мы перестали получать актуальную информацию по фронту, и отправлен штурмовать. Наш командир полка с позывным «Злой» Игорь Викторович Пузик. Несколько дней назад он уже доложил о взятии населенного пункта Лисовка. И, естественно, это неправда. Ничего там не взято туда иногда, только заходят наши группы, группа союзников, которые все уничтожают. Эта информация, эта ситуация не уникальна. Так существует по всему фронту. Ложь является абсолютной нормой. Ложь о том, что какие-то населенные пункты заняты, является нормой. Это сообщение, как вы понимаете, я записываю, потому что очень велика вероятность для меня не вернуться из этого штурма. Так вот, запомните, войну надо называть войной. А предателей, которые лгут, надо расстреливать. Иначе войны не будет, а будет договорничок и рыночная экономика. Но это я отступил немножко. Итак, наш расчет дальней разведки, который исправно поставлял информацию... Тюм, у кого нужно, у того есть. Который исправно поставлял информацию о целях на той стороне фронта, был уничтожен Игорем Викторовичем Злым. Который является, скажем так, находится под влиянием человека, который напрямую контактирует с западными разведками. Который, странно, как прошел все возможные фильтрации. Я имею в виду Олега Николаевича Владимирова. Прямых доказательств этого несколько. Во-первых, наличие у него связей и родственников на Западе. Он сам родом из Запорожья. Да, он говорит, что в контрах со своими родителями, которые придерживаются проукраинских взглядов. Но, скажем так, с появлением этого человека, эффективность действий полка, как только он, вернее, не как только он появился, а как только он установил свое влияние на Игоря Викторовича Пузика, который, ну, скажем так, может быть, когда-то он и был хорошим человеком, но характеристики об этом я не слышал, сколько не собирал. Впрочем, не суть важна. Те ведомства, которые... О, кассеты пришли. Хорошо. Вот. Те ведомства, с которыми я находился в полном контакте, дали мне примерно такую же характеристику на него. Значит, Игорь Викторович Пузик сделал все для того, чтобы полк перестал эффективно работать. Сейчас полк полностью выводится из Донецка для того, чтобы Игорь Викторович Пузик, используя свои коррупционные связи в администрации Пушилина, мог заняться отжимом имущества, которое занимает полк. Ну, естественно, это будет делать уже люди в администрации нынешнего Донецка, а Игорь Викторович Пузик выполняет роль кулака, зачищающего, собственно, территорию. Уничтожен был расчет. Сейчас расчет пойдет штурмовать, и, скорее всего, оттуда не вернется. Уничтожено оборудование, все вывезено. Куда делось, неизвестно. Скорее всего, его правая рука с позывным «Казак» каким-то образом обналичит имеющееся оборудование, как это обычно и делалось. Деталей не знаю. Честно говоря, я не посвящен детали этой схемы. Также для того, чтобы моральное разложение полка прошло и дальше, Игорь Викторович Пузик всячески крышует наркоторговлю в полку. Наркоторговля, а возможные производства, осуществляется человеком с позывным «Хитрый», он же Смолкин Сергей Вячеславович и его сожительницей Кристиной Леонидовной, проживающей где-то на улице Зои Космодемьянской на Гладковке в Донецке. Ну, собственно, пока что мне о других подвигах товарища Пузико, товарища Владимирова, Олега Николаевича Владимирова, мне неизвестно, но, на мой взгляд, сделано уже достаточно. И я пишу это сообщение в тот случай, если я не вернусь из штурма, и только в этом случае это сообщение будет иметь какую-то силу. Ну, как-то так. Дорогие подписчики... Затканал Роман Сапаньков пишет. Крайне странная история произошла накануне гибели Дмитрия Лысаковского Гудвина. Он записал видео, в котором обвинил своего комполка в сознательном расформировании расчета дальнего БПЛА и перевода всего расчета в штурмовики, а также обвинил в наркоторговле, что ближайший круг комполка связан с западной разведкой. В видео говорится, что оно будет опубликовано в случае смерти. Через несколько дней весь расчет погиб в штурме, включая Гудвина. Последнее сообщение опубликовал Владимир Грубник. Я бы, наверное, не стал писать пост, пишет он, но имеется факт обвинения вышестоящего начальства в тяжелых преступлениях, причем не в открытом эфире, а в качестве завещания, если человек не вернется из боя. Собственно, так и произошло. Также публикуется и второе предсмертное видео этих двух людей. Там, правда, все равно в основном солирует именно этот военный, но тем не менее давайте посмотрим и его. Всем привет! Эрнест Гудвин, 87-й полк, 1-я Славянская и прочее. Ну, как это говорится, некоторые, говорят, да, свистелись, да, а мы, не знаю, может быть, отлетались. По-всякому бывает. Значит, самые замечательные беспилотчики и командиры подразделений беспилотки с позовенными Эрнест Гудвин и Большой получили сегодня задачу уйти в пехотные порядки. Без объяснений причин, просто-просто-просто, хотя мы их прекрасно знаем, что злой, не взлюбивший нас как личность, будучи абсолютно тупорылым, не понимающим, что он сам хочет, истеричным человеком, ну, отправил нас с такой задачей. Множество людей бросилось к нас оповещать о том, что мы уходим в один конец, что это прям поставлена задача максимально ужесточить наши условия пребывания на месте. Ну, скажем так, вот я и Гудвин на данный момент решили идти, потому что есть присяга, есть родина, есть долг. И такие, как злой, ну, пусть они себе живут там, сами. Скажем так, дофогу товарища Эрнеста, дело в том, что под крылом товарища Злова в полку процветают разнообразные вещи, которые не должны процветывать. В частности, некто Сергей Вячеславович Смолкин со своей замечательной девушкой Кристиной Леонидой, не знаю, как бы там по фамилии, занимаются торговлей наркотой, с которой, безусловно, имеет процент все командование, ну, как минимум, старшее, да? Вот. И поскольку мы в этом никак не участвуем, всячески этому противодействуем, то основные задачи, которые у нас сейчас стоят, это выжить. А у них сделать так, чтобы мы не выжили. Потому что мы на эту тему располагаем достаточно информации о том, кто, что, где и как. Кроме того, видимо, откуда-то из Вашингтонского обкома пришло указание ликвидировать лучший расчет БПЛА самолетного типа, который исправно поставлял развединформацию. Товарищ Злой взял под козырек, уж не знаю, как ему эту команду, передали, и ликвидировал лучший расчет БПЛА, который исправно поставлял информацию о найденных целях. Если вдруг я не прав, а я, скажем так, не думаю, что я не прав, ну, пожалуйста, пусть докажут обратное, пусть предъявят хоть одну уничтоженную нами цель. Дело в том, что все, что мы доставляли, всю информацию, которую мы доставляли, эта информация тормозилась на уровне комполка и начальника штаба и не уходила выше для того, чтобы цели украинской армии не были уничтожены, для того, чтобы они продолжали уничтожать наших бойцов, для того, чтобы они продолжали наносить удары по территории РФ. А как только внезапно выяснилось, что мы располагаем возможность им передать информацию и выше, пришла команда, а давайте-ка закопаем Эрнеста, Гудвина и всех, кто вообще к этому причастен. Поэтому, если вдруг случится так, что с нами что-то пойдет не так, не тем боком, если мы оттуда не вернемся, или хоть один из нас не вернется, то второй даст показания, почему получилось так, а не иначе. И если мы не вернемся оба, значит, эта запись будет доказательством того, что мы оказались правы. Поэтому, товарищи, запомните, предатель в своих рядах всегда опаснее врага, потому что хотя бы мимикрирует еще под нас. Звание Героя ДНР не делает человека героем, звание Героя ДНР даже не делает человека порядочным. Запомните раз и навсегда, первое, наркотики в полках зло, потому что они разрастаются дальше. Второе, информацию нужно отрабатывать, а не гордиться ее наличием. И третье, если вы воюете за родину, воюйте за родину, а не за свой карман, с**ки выкрашенные, что ж такое-то? Можно понять, что войну сначала выиграть, а потом прибыль-то делить? Сколько раз говорили, воруйте с прибыли, не с оборота, поймите вы эту простую истину. С поступления. Вот именно. Нельзя воровать со всего, что поступает в полк. Нельзя. Отдельный комплимент каналу Кати Валя, который нам поставил восстановленные мавики по цене новых. Но это ладно, это другая история. Если что, информация об этом распространена минимум в 8 источников, один из которых напрямую работает ФСБ России. Где всплывет? Не знаю, видит бог. Точно знаю, что всплывет. Поэтому, ну че, с**ки, очковую вазелину вам в ленту. Дрожите. А мы идем. Присяга, долг. Родина ждет. Всем привет. Что важно из этих двух видео? Ну, во-первых, для себя я отмечаю ложь как инструмент российской войны, причем тотальную. Об этом говорится с первых же минут первой предсмертной записки, что никаких таких успехов, которые российская армия себе приписывает на фронте, по факту нет, что закрашены какие-то населенные пункты, зачастую оказываются просто населенными пунктами, в которые периодически забегают российские солдаты, умирают там и на этом все заканчивается, точнее продолжается со смертью новых и новых групп. Ну и дальше это, конечно, все то, что происходит в российской армии. Я вам об этом говорил, наверное, тысячу раз. У меня, конечно, меньше тысячи роликов, но в части из них рассказывается и про отправление на местные штурмы, и про наркоторговлю вот этих вот, значит, вышестоящих, про обнуление и про все прочее. Периодически меня обвиняют в том, что это какие-то пугалки, что я что-то из этого выдумываю, когда я зачитываю вам текстовые эти истории, мне говорят, да это все выдумки, когда об этом говорят дезертирующие российские военные, которые сохраняют анонимность, говорят, да это актеры купленные. Ну вот вам история, в которых не может быть ни купленных актеров, ни дезертирующих российских солдат, ни нейросетей, как сейчас модно оправдывать любую вещь. Там просто два российских военных, широко известные и огромное из-за сообщества, которое подтверждает правдивость всего этого. Правда, некоторые из-за каналов решили, что информацию лучше замести под ковер. Вот, например, канал «Взгляд Макса» пишет следующее. По поводу громкой истории Эрнеста, Гудвина и Большого от меня будет лишь один комментарий. Все нужные органы на данный момент в курсе, будет произведена проверка озвученных ими фактов и обвинений. Специально уточнил информацию на этот счет, чтобы не пороть горячку. Коллеги, не нужно начинать войну двух лагерей, которая в результате принесет лишь потеху нашему противнику. Наверху уже знают, разберутся, на этом у меня все. Поддерживает его и Юрий Подоляк, один из самых известных Z-каналов. Полностью соглашусь в этом вопросе с таким мнением, пишет он, репостя этот Z-канал. Собственно, понимая это, не писал в сети, как только мне это сбросили, а сразу постарался сделать так, чтобы все было должным образом проверено. Хотя, как оказалось, это было излишне. Все соответствующие решения, распоряжения и до моего обращения были уже приняты. То есть, еще раз, все факты, изложенные в тех видео, будут проверены. Команда уже дана. А лишнее раздувание этой темы по соцсетям после этого, это действительно уже идет не на пользу делу, а во вред. Если мы не остановимся, то ЦИПСА, как она в таких случаях и делает, будет нам в этом с удовольствием помогать. ЦИПСА, видимо, я. Ну, то есть, ЦИПСА, это, видимо, люди, которые сообщают о том, что происходит в российской армии, раз об этом не сообщает российская армия. Для того, чтобы понять, ЦИПСА или нет, мне кажется, довольно честно обозначать мотивы. Мой мотив не изменился. Мой мотив не сочувствия к погибшим дроноводам. Наоборот, я очень рад, что нашелся командир, который сжег нахрен весь расчет пола разведчиков. Это очень здорово. Хороший полководец. Я надеюсь, что таких в российской армии будет побольше, хотя их вроде и так немало. Нет, я рассказываю это лишь с одной целью, чтобы показать вам, что вас ждет в российской армии. Причем, ситуация будет ухудшаться. Сегодня утром мне написал человек, который служит в ВКС России. Инженером, техником, что-то такое. И он мне написал, меня переводят. Меня переводят в мотострелки. То есть, он пойдет в штурмы. И он спросил, естественно, что делать и так далее. Ну, как всегда, мы пообщались на эту тему. Я отправил его выйдить и лесом. Оказалось, что он им и так написал. Вот. И ждал от них ответа. И, соответственно, думаю, уже они с ним связались. Это я к чему? Что ситуация будет лишь нарастать. Чем хуже дела будут у российской армии, тем больше людей будут переводить в просто обычные штурмовики и отправлять штурмовать. Да, и чем больше нужно штурмовиков, тем больше сквозь пальцы будут смотреть на командиров, которые этим занимаются. Чем больше ты дал штурмовиков, тем лучше. А уж продаешь там наркотики и по какой причине ты отправил того или иного человека в штурмовики, это никому не интересно. Поэтому те, кто идут сейчас, прелестившись большими деньгами или там, воображая себе непонятно что, знаете, что вы, скорее всего, помрете, причем по приказу своих же командиров, а до этого будьте унижены, отправлены в яму и обоссаны или с вас будут собирать оброк, как это происходит в российских войсках и так далее. Очень много разных историй, которыми уже полнится ЗЭД-сообщество. Но мнение о том, что все это надо замести под ковер, достаточно маргинально в ЗЭД-среде. Тот же Сапаньков даже знает, чем закончится эта проверка. Юрий Подоляко пишет, он говорит, что проверка по Гудвину и Эрнесту будет проведена и просит не качать историю. Оставлю здесь для истории. Проверка покажет, что мужики по штатке были штурмами, а штатки БПЛА в полку не было, поэтому все было сделано исключительно по закону, пишет Роман Сапаньков. Отдельная тема это то, куда уходят деньги людей, донатящих на российскую армию. Мы с вами уже про это говорили недавно в ролике про срочнозборщиков, которые тратили свои деньги, точнее не свои деньги, а как думают некоторые из этого канала, деньги, которые они берут со сборов, они тратили на покупку дорогих машин. Иногда это Феррари, иногда что-то попроще, типа Зикера за 6 миллионов. Уж берут они деньги или нет, не знаю, доказательств не было, но тем не менее обсуждение такое было. И здесь тоже вмешались гуманитарщики, так называемые. Подробности описывает российский военный ведущий канал «Хилолог в засаде». В 87-м ОСП, 1-й славянской ОМСБР, пишет он, «Эрнет собрал команду профильных специалистов в составе пилотов различных типов БПЛА, инженеров, механиков, техников, саперов, связистов. В общей сложности 29 человек. Находили дроны, чинили, прошивали, инженировали FPV, делали тележки, чинили машины, делали рэп, выполняли непосредственно боевую работу. В частности, пилоты заходили в Северное, Тоненькое, Уманское, уже тогда, когда полк еще только подходил к этим позициям, выполняли задачи, понесли потери. Новый комполка «Пузик», позывной «Злой», апеллируя к штатному расписанию, данный коллектив расформировал во время отпуска Эрнеста. По распоряжению комполка была изъята вся собранная коллективом материальная база, как приобретенная наличные средства, так и полученная от волонтеров. При этом указанием комполка личному составу было запрещено обращаться за гуманитарной помощью по каким-либо иным каналам, кроме его жены Екатерины Корниенко, Катя Валя, ДНР, так называются их сборы. Шесть человек из состава команды, включая Эрнеста и Гудвина, сумели сформировать самостоятельный самолетный расчет дальней разведки. Работали месяц на Покровском направлении. В числе выявленных целей танки, БТР, человеку крепые летные позиции. Затем борт был сбит своим же ПВО. Поехали получать новые. Получили, привезли. Искали новые позиции, тестировали оборудование, ждали вторника, то есть 10 сентября на полет по погоде. Но в воскресенье в 14.00 Эрнесту и Гудвину поступает приказ два часа на сборы в полный боевой. В 17.00 они убивают в Калиново для получения дальнейшей задачи. В понедельник на летную позицию приезжает зампотыл, замполит и взводный с приказом сворачивать позиции возвращаться в батальон, откуда еще три человека, два пилота и техник, отправляют в группу с Эрнестом и Гудвином с мотивировкой людей не хватает. 10.00 сентября группе ставят задачу на штурм лесовки. Утром 13.00 сентября стало известно, что группы нет. Собственно, эта история с Катей Валей о ДНР это история про довольно сомнительную шайку сборщиков, которые, значит, собирают деньги и как-то то какие-то починенные мавики продают по цене новых, то ли еще что-то. Все это как-то повязано на круговой поруке и это отдельный параллельный скандал, который там развивается. В него я углубляться не буду. Пожалуйста, пусть таких людей будет побольше, пусть им будут побольше донатить, чтобы они распиливали средства, которые отправляются на российскую армию. Чем меньше средств отправляются на российскую армию, тем лучше и тем хуже она будет оснащена. Ну, а если вы вдруг из тех, кто начал сомневаться, думает, а стоит ли отправлять средства вообще, лучше не отправляйте вообще. Ну, а мы с вами продолжаем. О том, что проблема посылания вот в эти масштабные атаки неугодных и, собственно, такой избирательный подход со стороны российских командиров, а также произвол в российской армии фиксируют многие из этих каналов. Не просто фиксируют, а говорят, что эта тенденция, это тенденция, что она масштабная и что она развивается. О том, что проблема имеет масштабный характер, пишет телеграм-канал «Два майора». И отдельно по теме павших операторов ВПЛА, пишут они, в этом конкретном вопросе разберутся, но потому, что только шум поднялся. Жаль, что после гибели мужиков. В целом же практика, когда штурмовики направляют неугодных вредному командиру, несет в себя опасный тенденциозный характер. Если это стало мера дисциплинарного воздействия, это должно быть строго зарегламентировано. Как, например, тема с телефонами авторства комитета Госдумы по обороне или тема с запретом гражданского волонтерского транспорта на фронте от ГАПТУ. Пока же органы управления частенько не в ту сторону воюют, как в том меме, пишут они. Другие зад-каналы менее вежливы. Например, позывной Осетин пишет. Если не проверят комполка Гудвина на компетентность, чей бы он там уж не был, вообще срать я хотел, то будет очень странно. Такие командиры, к сожалению, еще есть и немало, но здесь все доказательства налицо. Человек, не побоюсь этого слова, убил одних из лучших операторов армии России и остался безнаказанным, задается он вопросом. Так дела не идут, товарищи, пишет Осетин. От себя могу добавить, что оказалось бы, а что здесь плохого? Добавляет и неофициальный Бессонов, пишет, злоупотребление командиров будут до тех пор, пока не будет жесткой ответственности за потери личного состава. К сожалению, таких случаев немало в разных подразделениях. Помните командира группы нашего морского спецназа Коменданта? Его группой шести человек размотала украинский спецназ из 40 человек 28 февраля на Тендровской косе Херсонской области. Из-за конфликта с командованием и того, что за этот бой было решено наградить других людей, слаженную эффективную группу Коменданта разбили по штурмовым подразделениям. Зачем? Думайте сами. В Донецке эффективную группу хакеров, которая много лет работала на благо нашей армии и добывала секретную информацию противника из-за предвзятого отношения, мягко говоря, командование, тоже отправили в штурмы. Во второй половине августа один из них погиб на Авдейском направлении. Наверное, у нас в стране слишком много айтишников, особенно хакеров. Все это знают все, и не только в армии, но и на гражданке. Это подрывает не только боеготовность в войсках, но и влияет на принятие решения подписать контракт потенциальными добровольцами. Молчать об этом преступно. Ситуация стала тенденцией, пишет он. Записки ветерана добавляют, продолжая тему с самодушством отдельно, мягко говоря, неумных командиров касательно отправки подчиненных из-за личной неприязни в штрафные подразделения. Да-да, сегодня во многих соединениях штурмовые подразделения выполняют роль именно штрафных подразделений, а не элитных подразделений, в которых служат крутые парни, которые прутся от штурмовых мероприятий. Мне известен случай, когда один полковник отправил водителя из подразделения обеспечения в штурмовую роту только за то, что тот погладил его собаку. Сразу хочу оговориться, пишет он, что я предостаточно знаю случаев, когда боец действительно заслуживает не только ссылку в штрафбат, но и высшие меры. И в данной ситуации отправка в штурмовые подразделения или посадка на яму является действительно последним аргументом командира, чтобы воздействовать на неадекватов. Много случаев, когда действительно идет неприкрытое злоупотребление служебным положением командира, который расправляется с неугодными ему бойцами, с которыми он тупо не может сработаться, как, например, произошло с Эрнестом и Гудвином. Просто совет таким командирам, если у вас не срастаются отношения с подчиненными, попробуйте сначала урегулировать все путем переговоров. Если это не приводит к положительному результату, то предложайте подчиненному перевестись в другое подразделение, пишет записки ветерана, как будто это все какой-то баг или проблема, а не фича. Как будто это не опьяненные властью командиры, решившие, что они боги, направо и налево убивают собственных подчиненных. Кто гранату закидывает под пол, как я рассказывал в одном из недавних видео, не под пол, а в этот самый, в подвал по приказу начальства, кто еще чего. Так это и есть российская армия, это и есть российское вторжение в Украину, вторжение охеревших от своей безнаказанности людей, которые посчитали, что они имеют право решать, кому жить, а кому умереть. Поэтому странно, что кто-то из этников ждет иного отношения даже к своим. Потому что если вы стерли моральные границы, если вы превратили целую армию гигантской страны России в оккупантов и фашистов, то чего вы удивляетесь, что они ведут себя как оккупанты и фашисты, в том числе в отношении так называемых своих. Любимая наша с вами Анастасия Кашеварова высказалась на тему «Предатели, трусы и подлецы уничтожают русского бойца», пишет она. «Фронт без дисциплины, без ответственности командиров за личный состав, без сильной контрразведственной организации по борьбе с внутренними врагами по типу СМЕРШ не выстоит против армии НАТО», пишет она. «Я вчера не стала писать о наших Гудвине и Эрнесте, которые погибли как настоящие мужчины, как герои. С каким-то благовейным спокойствием они пошли умирать по преступному приказу. Взрослые мужики, 50+, это тот случай, один из тысячи, про который я постоянно твержу. Специалистов, инвалидов, раненых и так далее отправляют штурмовать в один конец. Ради случаев и до штурма они не дойдут. Напрасная смерть. Целенаправленные убийства своих же. Кто хоть раз поддержал, стал вместе со мной биться с самого начала? Единицы. Анастасия, я вас всегда поддерживаю. Я с вами бьюсь вообще как ни на жизнь, ни на смерть. Каждый ваш пост вообще. Иногда даже отдельные видео делаю целиком из ваших постов, Анастасия. Я ваша поддержка и опора. Вместе мы развалим российскую армию и остановим полномасштабное российское вторжение в Украину. Ну, шутки шутками, а видео с тезисами Кашеварова и проблемами российской армии у меня действительно есть. Посмотреть вы его можете на ютубе, а если его у вас замедляют, ну точнее у вас его замедляют, если вы в России. Но мы продолжаем с вами вместе с Анастасией Кашеваровой. На протяжении почти трех лет СВО, пишет она, принимались решения, которые шли в ущерб фронту. Принимались решения такими же мужиками 50+, правда, которые не в состоянии защитить страну, так же, как Гудвин и Эрнест. Как ряд других наших бойцов, сгинувших от подобных штурмов и тела, которых до сих пор не можем найти. Мне интересно, командир злой пойдет выполнять преступный приказ с тихим спокойствием? Может, генерал Картополов пойдет, который последним своим законом защитил таких командиров? Может, в Кремле и правительстве кто-то пойдет? Есть один тупой ответ. Настя, не гони на командование, у нас некому воевать, вот и приходится всех подряд на штурм отправлять. У вас некому воевать, потому что изначально вы просчитались. Погибло младшее и среднее командное звено. Вы стали пихать из командиров лизоблюдов и мясников. Люди, идущие на фронт, гибли под их руководством. Никакой ответственности не было. Вскрывались потери. Мобилизация приостановлена. Внутренние социальные проблемы не решены. Отток добровольцев. А те, что идут, без слез не взглянешь. А сколько сидят в тылу за то, что платят командирам? А сколько мертвых душ? А недостоверные сообщения о взятии того или иного населенного пункта, который разносились блогерами и некоторыми военкорами, а на самом деле он еще не взят. И парней просто ради соответствия лживому отчету гнали любой ценой захватить эту сраную деревню. Сколько я об этом говорила, писала доклады. Очнитесь. Дело не в этом расчете. Дело не в этих конкретных известных бойцах. Это массовое явление. Гудвину удалось записать предсмертное видео с конкретными фактами. Большинству не удается. Но письма о подобных ситуациях в разных подразделениях мы получаем регулярно. И про вереот крутых спецов штурма. И про перепродажу гуманитарки. И про наркотики. И вообще про это очень удобный для недобросовестных командиров способ избавиться от проблемы. Открыл рот штурма с голой жопой. И вот этот закон про право командования назначать наказание без суда и следствия он играет на руку как раз таким командирам. Как все ликовали, когда там якобы отменили запрет на использование мобильников. Но никто так и не вчитался, что по сути в законе ничего не поменялось, пишет Кашеварова. Анастасия, я вчитался. Анастасия, я про это отдельно даже рассказывался. Анастасия, у меня предложение. Вы, конечно, зэтница. Конечно, мы вас посадим. Конечно, будете сидеть. Ну, как мы. Справедливые люди. Когда-нибудь, какие-нибудь посадят. Я так к этому не буду иметь отношения. Давайте так. Никто не читает письма, которые вам присылают бойцы о проблемах. Присылайте их мне, Анастасия. Я прочту их все. Прочту их все. Прям вот на эту камеру расскажу про каждую. И вам хорошо. Проблема освещается. И мне хорошо. Никто в эту армию вашу сраную оккупационную не пойдет. Так что, Анастасия, давайте. Враг моего врага, мой друг. Если ваш враг российское командование, мой тоже. Объединим усилия и бахнем по российской армии. Ну, я, конечно, шутки шучу, потому что Анастасия всегда в шаге от правильного ответа. То есть она натурально описывает все проблемы российской армии. Уже давно описала, что все всех предали, уже что ни хера не работает, что потери гигантские, что захватить ничего нельзя, что все везде просчитались. И, казалось бы, разумный, единственный разумный вывод, что нахер эта война никому не нужна. Вообще никому. И как бы нужно выводить войска из Украины и делать все возможное для того, чтобы менять эту власть, которая все сделала. Но нет, Анастасия продолжает с упорством достойного лучшего применения раз в несколько недель писать посты, как все плохо. В целом, я не против. Только боюсь, что ждет ее та же участь, что Игоря Стрелкова-Гиркина. Но, надеюсь, она будет писать из тюрьмы чуть активнее. Отдельно меня, конечно, поражает начало этого поста, когда мы говорим про взрослых мужиков, которые реально взяли автоматы вместо того, чтобы убить командира, который им не нравится в том смысле, что который гонит их на верную смерть и по их мнению очень хорошие, они просто пошли и умерли. Ну, класс, кайф. Интересная стратегия. Очень смело. В чем здесь смелость понимаю я не до конца, в чем величие имущества тоже. Надеюсь, что если я окажусь в подобной ситуации, то я-то как раз попробую, как минимум, если уж на 100% уверен в том, что иду в местной штурм, как-то повернуться против командования, которое преступный приказ отдает. Но я не думаю, что я попаду в такую ситуацию. Не хотелось бы. В любом случае, героизма я здесь не вижу абсолютно от слова совсем. Ну, а мы продолжаем. Белорусский силовик. После вчерашней публикации пишет он про Гудвина. Мне в личку со всего фронта стали прилетать сообщения от военных со своей историей, которые столкнулись с похожей ситуацией, где из-за конфликта с командованием их из БПЛАшников переводили в штурмовики и отправляли группами на штурм. Группы формировались в тех, кто состоит в опале командиров. Как уже писали «Уважаемые товарищи, рыбарь, бессонов, два майора. Проблема носит массовый характер и требует внешательства высокого руководства. Многие отличные специалисты гибнут, потому что на каком-то этапе просто оказались в опале командиров», подтверждает он массовость явления. Выводы вещает, пишет, «Я за ночь пообщался с десятком человек, точно, которые хотели излить душу после гибели Гудвина. Немного в ахах нет, но я, конечно, часто бываю в регионах, вошедших в состав России после референова настолько запущено. Для себя делаю вывод, в новых регионах порядок на местах наводить, похоже, еще долго будут. Павшим мужчинам вечная память, семьям искренне соболезнования нашей команды. Очень надеюсь, что разбирательство станет показательным, что каток СК и ФСБ проедется по каждому виновному. Одного не могу понять, пишет он, почему люди из первого абзаца поста изливают душу мне, а не прокуратуре, СК или ФСБ? Ну, в общем, надеяться воеводовещает на то, что разберутся там. Им видней, ведь никогда такого не было за два с половиной года этой войны. Убежище номер восемь проводит интересную историю с, как он считает, счастливым кольцом, проводит параллель с тем, что произошло. Рассказывает историю, пишет он, чтобы на фоне сегодняшней новости о смерти Гудвина и о том, как это произошло, моя аудитория не была так в толщу. Дело было в одном из батальонов армии обороны Руанды на войне против Уганды, иронизирует он. Пришел туда недавно переведенный из полка выздоравливающих боец. У него были проблемы с выплатами ЗП, из-за чего пару месяцев он ничего не получал. И тут его обрадовали честные новые сослуживцы. Тебе в этом месяце платить долю нашему комбату. Не сможешь заплатить, уедешь на яму. Боец пожал плечами, ведь все равно ничего не начисляют, и оказался в яме. Там ему сообщили, что если он не найдет денег на выплату доли, то его обнулят. Боец сначала не поверил, но один из охранников ямы сжалился и пояснил, что обнуление означает отправку в атаку сострелить бой в спину. И все, конец. После чего сердобольный охранник открыл яму и ушел, мол, беги, если захочешь. И боец сбежал. Не стал соблюдать рыцарскую честь в игре с негодяями, а сбежал в тыл. Ушел далеко, за пределы зоны ответственности его воинской части, где добровольно сдался военной полиции. Весиди в заключении дал показания оперативному сотруднику контрразведки. Сотрудник охренел от услышанного, поехал и посадил в шлепку комбата и его подельников. Там много интересного скрылось. Например, что комбата всегда сопровождал свит изверных бойцов, в том числе пулеметчик на случай разборок с решившими заняться самозащитой с оружием бойцами. Про налагобложение подчиненных и так далее. Преступник уехал на строгий режим очень и очень надолго. А бойца-беглеца перевели просто в другую часть. У батальона появился нормальный комбат. История, согласитесь, пишет он с хорошим концом. Хотя не вижу я, что тут хорошего. Оказалось, что все равно там все всех похищают, нагибают и так далее. Чего хорошего понятно не до конца. И думаю, что в итоге все равно этот боец в каком-нибудь штурме и сгнил навсегда. Тринадцатый пишет. Гудвин и Эрнест погибли. Ни одного, ни второго на сегодня уже нет в живых. Эти видео они просили опубликовать в случае гибели. Множество каналов уже это сделали. Я тоже не останусь в стороне. Пусть все знают. Ведь это последняя воля павших на поле боя. Именно поэтому сейчас так усердно борются с телефонами в войсках. Потому что министра обороны изменили, а на местах ничего не поменялось от слова совсем. Именно поэтому сейчас хотят прикрутить гайки телеграмму, чтобы поменьше правда просачивалась наружу. Неугодных хоронят штурмах. Удобный способ борьбы с неудобными нашли большие начальники. Пишет Тринадцатый, который почему-то все еще жив. Алекс Паркер Риторенс пишет. Ополченец первой волны с поздным Гудвин и один из первопроходцев применения ПБЛА на Донбассе рассказал правду матку о том, что творится для его подразделения. В двух словах ничего нового мы не узнали. Кругом кумоство, очков, терральство, ложь, предательство, наркота и измена. Мурс от этой суровой действительности принял решение выйти из игры и был таков. С Гудвином ситуация не скояная. Его ПБЛА-отряд расформировали и отправили в местной штурм в качестве штурмовика освобождать поселок Мемрик, который по заявлениям его руководства был давно освобожден. В результате штурмовых действий результат оказался непредсказуем, и немолодой ПБЛА-шник естественно погиб за красивыми словами о том, что ошибаться можно, а врать нельзя. Увы, скрывается суровая и гнилая действительность и на местах она вот такая, как озвучивает покойный уже Гудвин. И не было никого, кто это опроверг. Андрей Песоцкий заключает репостом канала «Прямое действие Z». Смотришь предсмертные видео, Гудвина и кулаки сжимаются от ярости. Сколько жестоких историй происходит в зоне СВО, жестоких по отношению к своим. Освещать их значит рискнуть пойти по пути Стрелкову, осваивать в колонии ценные профессии швили-электрика. О многом приходится молчать. Цены те, кто говорит правду о военной ситуации, при этом, вопреки деградации, четко и однозначно впрягается за русскую армию. Полынков, Грубник, Губарев, Нацболы. Само собой, личное участие дает некоторый иммунитет, пишет он. Ну а меня не отпускает пост одного не очень большого канала, как я и говорил сегодняшней утренней сводки, это пост канала «Злой Орк». Там много мата и слов, которые неопределительно повторять, но в целом он довольно верный. Непонятно одна вещь, пишет он, но отправляют тебя на смерть в один конец. Но знаешь, что ты командир продажный, так может лучше его убить и всех, кто с ним, нежели самому бесславно сдохнуть? Тот же Мурс, который совершил суицид. Что он этим доказал? Кому доказал? Если есть сила воли стрельнуть себе в висок или повеситься, или пойти сдохнуть в мясном штурме, неужели завалить виновника твоего пи***я силы воли нет? Или это не такая сильная воля? Брослый мужик, о каком чести и долге ты говоришь, когда тебя посылают попытаться убить украинцев, и чтобы ты точно сдох? Так убей этого командира. Опять же, если этот командир даже по твоим меркам приносит вред, да даже если он не посылает тебя в мясной штурме, ты видишь командира, который наносит вред армии, который, по твоему мнению, хороший и правильный, ее надо защищать. Так пристрели его. В чем проблема-то, я не понимаю. Возможно, действительно я чего-то не очень понимаю, но пока выглядит как мощная заявка, конечно, на армию терпил, которая терпела, терпит и будет терпеть, и будет под угрозой обнуления какого-то хрен пойма откуда взявшегося командира идти убивать людей в Украине. Ну и слава богу, ну и хорошо, это делает российскую армию намного слабее. Пусть будет побольше таких командиров, поменьше результативных расследований и побольше мертвых ценных специалистов в российской армии. А с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч, всего доброго, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok